Сбербанк и Рамбла проанализировали зимние каникулы россиян деловой климат экономика. 13.49.23 января 2020 года Сбербанк и Рамбла проанализировали зимние каникулы россиян. Фото Кирилл Зыков, Огн Москва Сбербанк и портал Рамбла входит в экосистему Сбербанка. Выяснили, как россияне провели зимние каникулы. Так, около тысячи клиентов Сбербанка, которые отправились на отдых за границу, обратились за медицинской помощью по страховым полисам. Были зафиксированы обращения клиентов, у которых произошли бытовые аварии с застрахованным жильем. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию ленты.ру. Участники опроса портала Рамбла ответили на вопрос, где они провели новогодние каникулы. Так, 78% респондентов в дни праздников остались дома, по 6% провели длинные выходные за границей на дачи, а 5% остались в стране, но отправились в другой город. Еще 3% использовали новогодние праздники, чтобы навестить друзей, а 2% побывали в домах отдыха. Опрос проходил с 17 по 21 января 2020 года. Не занимались во время зимних каникул спортом 63% участников опроса. Оставшиеся 37% предпочли провести праздничные дни активно, а не сидя перед телевизором. Из них 25% признались, что просто гуляли на свежем воздухе, играли с детьми, а 5% респондентов катались на лыжах, сноуборде и коньках. Еще столько же занимались фитнесом или бегали. Плавали или погружались под воду с аквалангом 2% опрошенных. Новогодние праздничные дни без травм завершились для 92% участников опроса. У 5% занятия спортом стали причиной незначительных синяков и ушибов, а вот 3% серьезно пострадали. По данным СК Сбербанк Страхования, самой популярной страной у российских путешественников в новогодние каникулы 2020 года стал Таиланд. Из этой же страны чаще всего компания получала обращения о страховых случаях, более 50% всех обращений за медпомощью поступили из Королевства. Всего с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года в СК Сбербанк Страхования в рамках программы страхования путешественников обратилось более 1000 человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространенные заболевания туристов ОРВИ – гастрит, колит, высокая температура, а также травмы порезы и ушибы. В новогодние праздники жилье зачастую остается без присмотра, поэтому возникают различные риски. Первое место в рейтинге обращений по страховым случаям, связанным с жильем, заняли заливы квартир. На долю этих происшествий приходится почти 69%. Стихийные бедствия стали причиной 10% обращений, пожары 9,5%, 9% пришлись на нанесение вреда имуществу. В 2,5% случаев клиенты обращались в связи с противоправными действиями третьих лиц. Продолжение следует...